Я очень извиняюсь, я знаю, что вспомнила, что сегодня еще и тренинг от Стеллы, и кто-то не может участвовать у нас. Почему вот так все впритык, потому что времени очень мало на самом деле на зумы. Сегодня только я уведомила Екатерину Мадину о том, что у нас сегодня нужно провести, потому что завтра у нас зум по марафону стройности, и я думаю, что нужны такие встречи, нужны зумы, объясняющие, как все будет. Вот кто у нас в первый раз в чате, напишите, пожалуйста, плюсики. Всем добрый вечер, я вижу в чате. Приветствия, спасибо всем. Кто не знает, меня зовут Мика Хигай, Royal Master. Оксана пишет в первый раз, отлично, добро пожаловать. Александра Муфа тоже в первый раз. Альфия спонсор, получается, вот Альфия участвовала у нас в прошлом марафоне в первый раз. Татьяна из Узбекистана в первый раз, отлично, спасибо, что вы с нами. Сармен Мадина из Турции тоже в первый раз. Айна из Басова тоже в первый раз. Этот марафон у нас уже идет четвертый поток. Начали мы проводить с сентября прошлого года, и вот так вот уже три раза провели. Как вы видели, у нас уже много отзывов, то после уже есть, вы видите, что наши ампулы реально работают. Поэтому мы провели разные марафоны. Был и с косметологом, был и с Мадиной в прошлом. И сейчас как бы будет такой... Для вас будет собрана вся эта информация. Zoom-вебинар с косметологом, где она объясняет, как пользоваться ампулами, в чем состав и так далее. Эта лекция будет для вас доступна. Это закрытая лекция. Эльмира еще написала, что тоже впервые. Отлично. Итак, мы открываем с вами коробочку с ампулами. Мы тоже еще с Владимиром не открывали. Кто не знает, Владимир будет участвовать вместе со мной. У нас одна коробочка на двоих, потому что мы сейчас в Турции. Нет у нас доступа к ампулам. Здесь ампулы не продаются. Я думаю, что нормально. Я, например, четвертый раз уже прохожу марафон. И я сделаю уже фото до. Владимир завтра сфотографирует. Кто еще не сделал фото до, обязательно это сделайте. Во-первых, баллы получите в конце марафона. Также вы увидите на себе результаты. Но фотографии должны быть прямо одинаковые. Вот как фото вы сделали там же, при таком же свете. также крупно. И второе фото после тоже должно быть. Чтобы сделать калаш и видеть реально разницу, как это делали девочки и мальчики. Владимир Ан тоже принимал участие. Райля пишет. Я во второй раз буду участвовать. Была в первом марафоне. Мне очень понравилось. Решила снова повторить. Здорово. Александра пишет. Молодцы. Я второй раз на марафон выслала фото до. Да, спасибо всем, кто выслал фото до. Екатерина тоже выслала фото до. Я выслала. Для чего? Это просто показательно для всех, как это нужно делать. Потому что кто не высылает, они просто не знают, как это делать. Возможно, сделают или неправильно. Мы можем подкорректировать, чтобы вы увидели разницу более ярко, более четко. Она пишет. Я выслала фото, участвую второй раз. Да. Отлично. Так. Кто первый раз участвует, что мы делаем? Мы с вами с первого марта, то есть не завтра, а с первого марта утра берем ампул ноль, соединяем ее. Несколько случаев было, что участницы не соединяли. То есть просто думали, что это крышка. Убирали, вставляли пипеточку нашу. С пипетки нужно снимать вот эту защитную коробочку. Тоже были случаи, когда не снимали. Пипетку прямо так с картонкой клали. Не делать этого. Вообще, сюда нельзя этого касаться. Ампулу нельзя касаться лица, чтобы сохранить полезные свойства, активные свойства ампулы как можно дольше. Поэтому все должно быть гигиенично стерильно. Не прикасаемся. Просто вот так можно капнуть на лицо. И тоже были случаи, когда ампула выскальзывала из рук. Тоже такой момент. Учитывайте, что она очень хрупкая и будьте аккуратны. И что мы делаем? То есть мы смешиваем ампулу 0. Это можно сделать 1 марта утром. Нажимаем и тогда ампула становится синего цвета, голубого. Первая ампула. Затем меняем. Хорошенько перемешиваем. Меняем крышечку. И вот у нас готовая ампула для применения. Когда мы соединили активное вещество. И вот здесь вот вещество. Первая ампула 0. Она идет у нас на глубокое увлажнение. На интенсивное увлажнение нашей кожи. Она такая подготовительная идет. Она самая щадящая. И далее мы уже пойдем более активно. Такой сильный уже. Сильнее уход. Да. Мы сегодня специально встречаемся в зуме. Чтобы все моменты, все вопросы с вами обсудить. Кто особенно первый раз проходит. Чтобы не было вопросов. Поэтому у вас еще есть один день сделать фото до. Сделайте обязательно. До завтра выслать фото можно. Это не сложно. Смешно. Да. Спасибо за ваши вопросы. Нету глупых вопросов. Нету смешных. Просто я рада, что вы спрашиваете. Чтобы все для себя уточнить. Не сложно. Нажимать очень легко. И я тоже думала в первый раз, что будет как-то тяжело нажимать. Нет. Очень легко. Нажимаете. Выходит синяя. Такая синеватая жидкость. И смешивается с оба ингредиента. Так. Стеклянная баночка у ампул опасна. В ванной комнате ронять были случаи. Да. Да. Особенно. То есть что нам нужно делать? Нужно делать фото. Утром. Вечером. Сампулы, которые вы сейчас используете. Это ампула НОР. И были случаи, когда девочки, чтобы сделать фото. Селфи. Сампулы. Да. Они роняли ее. Потому что руки скользкие после ухода. Ампула стеклянная. Будьте аккуратны. Не. Да. Будьте аккуратны. Чтобы ручки были сухие, когда вы делаете фото. Катерина Ким с нами с организатором. Она будет подсчитывать ваши баллы. Думаю, что, Екатерина, вам слово сейчас. Чтобы объяснить правила более подробно. Как нужно участвовать для того, чтобы выиграть наши классные призы в конце марафона. То есть все, кто выполняет условия, участвуют в розыгрыше. Мы разыгрываем ампулы. Аделику набор. Набор Fame. И еще, если будут больше 30 победителей, мы еще сделаем еще розыгрыши. То есть на каждые 10 участниц один подарок. Да. Екатерина сделала очень классные слайды по памятке для всех участниц. Мой экран видно, да? Да. Слышно чуть-чуть как будто шум, шум какой-то слышно. Возможно, микрофон нужно настройки звука сделать, а подавление фонового шума среднее или высокое. Верка. 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 Фоны зашум. То можно, можно мне в личку отправить и показать, что выполнено задание. Можно так. Сейчас классно, нет этого шума. Отправьте обязательно мне или Екатерине, чтобы мы убедились, что вы сделали правильное фото. Что это за баллы? Екатерина ответит на вопрос про баллы. Александр, смартфото, куда выкладывать каждый день? В нашу группу. Вы увидите, с 1 марта пойдет поток фотографий. Фотографии должны быть подписаны. Слайды скинут в группу. Да, слайды после эфира будут в группе уже. Кстати, все, кто сегодня участвует, видно экран, слышно хорошо. Все, кто сегодня в чате участвует, мы записали, запишем, чтобы дать вам тоже баллы за участие. Так, я добавила отправка фото с ампулами, потому что были случаи, когда без ампулы отправляли себя. А, точно, точно, да. Да, именно обязательно надо с ампулой себя фотографировать. Просто вот так. То есть первое? Значит, первое правило, это вот отправка фото с ампулами, получается, в наш чат, который в Телеграме находится. Первое фото мы отправляем до 12 часов по местному времени. Давайте я тоже добавлю по местному времени 1 балл и вечером до 24 часов тоже по своему местному времени. Получается, тоже будет 1 балл вечером и утром. Теперь девочки и мальчики обязательно под фото указываете день, то есть первый день, фамилию, имя и утро или вечер. Это нужно для того, чтобы я могла вас проверять, потому что иногда бывает в моменте я, ну, каждый раз не могу проверять, и я где-то вечером там, ну, один-два раза в день буду проверять и могу в поиске потом находить вас. На фото не надо надпись сделать, только именно под фото, чтобы я потом в Телеграме могла в поиске вас найти и отметить баллов, потому что в прошлый раз тоже мы на фото делали, оказывается, когда на фото вы ставите именно фамилию, оно в поиске потом у вас нельзя найти. Ну, я здесь прописала пример, например, день 1, Ким Екатерина, утро. Если вечер, то вечер будет. За высланные фото с опозданием или с ошибкой мы этот, ну, 0,5 балла будем ставить. То есть, если вы опаздываете по дедлайну, то есть, это тоже для дисциплины мы делаем, потому что у нас в бизнесе дисциплина обязательно нужна. И ошибку тоже фиксируем, потому что очень часто есть люди, которые часто совершают ошибки, а есть, которые, ну, не совершают. Мне кажется, это тоже на внимательность, то есть, чтобы, потому что, когда совершаете ошибки, ну, я сама тоже ошибаюсь, буду за это, конечно, брать ответственность, ошиблась, баллы потеряла, ничего страшного, в принципе, но зато внимательность, то есть, это тоже развивает внимательность. Максимально здесь можно заработать 56 баллов, то есть, 28 утром, 28 вечером. Так, теперь... Терина, можно вопрос? Часто спрашивают про часовые пояса, то, что у нас участвуют, да, разные страны. А в таком случае, как быть, как отправлять? А, по местному времени. А, все понятно. Я вот добавила, я специально сейчас добавила, по местному времени будем. Теперь посещение эфиров по фейс-массажу один, то есть, у нас вот этот тоже будет засчитываться, да, получается? Это у нас 3 эфира? Да, да. Можно тогда сделать с Мадиной 1 эфир, да? Или, может быть, по 4 балла, тогда 3 эфира, или, если этот, тогда по 4 балла 1 эфир, сегодняшний, и с Мадиной, и еще 2 эфира, и еще 12 баллов. Хорошо. Да, тут Алтынголь спрашивает, какие ошибки бывают? За что, да? Имеется в виду, там вот, например, вы день неправильно указали, или, ну, в основном, неправильный день указывают, и потом утро или вечер указывают. Иногда путают, то есть, утром высылают. Ну, там у нас было раньше номера, то есть, они могли утром высылать, номер 2 написать, потом вечером высылают, номер 1. Ну, то есть, очень часто, и приходилось заново заполнять таблицу, то есть, на это тоже время уходит. А, если невнимательно отправить текст, да, это Екатерина путается, и это считается ошибкой. Да. Так, вот насчет посещения эфиров, то есть, мы будем учитывать именно онлайн, а вот многие из-за разницы, например, в часовом поясе, они в этом будут записи смотреть, как вот. То есть, онлайн, да, будем, Мика, только учитывать? Посещение эфиров, конечно, да, потому что мы выберем, я проголосуем за самое удобное время для всех по эфирам 1, и уже после этого согласуем время, и все нужно будет обязательно онлайн. Мы посмотрим, кто участвует, потому что, ну, запись это уже другое, да, и это мы сделаем с Мадиной эфир, уже нужно делать на первых днях марафона, возможно, не первый день, чтобы, да, возможно, в среду, если Мадине будет удобно по времени. Почему? Потому что важно ампулу наносить, знать, как ее правильно впитать, да, в кожу впечатать, просто так, если мы ее нанесем руками, как так быстро-быстро, и все, пошел, да, дальше, не пойдет, да, либо скин-бустер, либо фейс-массаж, это обязательно. Да, да, многие вот писали в прошлом марафоне, что после фейс-массажа они хорошо прям впитывают, и результат лучше, да, то есть, у кого нет скин-бустера, то обязательно надо присутствовать, чтобы посмотреть, как это все делать. Так, следующее. Да, нужно ли присутствовать на эфирах Мадиной, у кого есть скин-бустер? Мне кажется, все равно нужно, да, потому что, ну, как мы работаем с вами, с косметикой, мы делаем мастер-классы, там же не будете каждый раз показывать скин-бустер, вам все равно нужны эти знания, поэтому даже если есть скин-бустер, приходите на эфиры с Мадиной. Так, теперь получается, обязательно надо сделать калаш до-после, то есть, мы отдельно за фото до как бы не будем учитывать, но в конце вы делаете калаш до-после, обязательно отзыв, ну, кто-то, по-моему, бывает, что в Инстаграме не публикуют там, получается вы калаш и отзыв, ну, кто-то дополнительно, многие, конечно, делают публикацию на Инстаграм страничке, это будет оцениваться 10 баллов максимально. Потом мы что-то думали, в прошлый раз отправку видео каждый день, потом поняли, что это тоже тяжело делать, и решили хотя бы 4 раза видео отправляли перед тем, как мы открываем ампулу, то есть, вот 1 марта мы открыли ампулу, все это на видео сняли, и первое можно показать, как мы наносим, да, ампулу. Вообще классно, да. Получается, это будет по 3 балла, максимально 12 баллов, то есть, 4 недели 12 баллов. Да, потому что это очень круто будет для вашего контента, вообще это такой магический, волшебный момент, когда вы соединяете ампул, затем наносите и показываете, как вы это наносите, да. Тоже отправляете ссылку на свой сториз, да, или, если так, пост, то пост. Да, пост, или, ну, кто-то, если в инстаграме не публикует, тогда просто видео в этом. А, и здесь тогда я напишу, обязательно тоже указать фамилию, имя, давайте сразу, чтобы не забыть. Вот, фото, то есть, указать там. Так, я сейчас пока отвечу на вопросы в чате. Как очистить кожу перед нанесением ампулы? Это наше четырехступенчатое очищение. Атоми и evening care. Так, да, и это очень хороший вопрос, Александра, потому что перед, ну, чтобы ампулы лучше впитались, любой уход. Четырехступенчатое очищение хорошо делать. Его можно делать два раза в неделю. Так, время указывать, до которого выкладываете. Да, время, посмотрите, где вы живете, в Уфе, например, там по этому времени и отправляете, это до 12. Да, и мне обязательно напишите, какая разница, чтобы я себе в таблицу потом указала. Кто, ну, в каких городах живет, напишите Екатерине. Екатерина напишет это в таблицу. Так, Раиля спрашивает. Наши ампулы придут, наверное, к концу недели. Мы только заказали в свободу. Пока у вас химин придет, мы теряем баллы. Получается, да? Ну, получается, да. Ну, да. Потому что, да, мы объявляли об этом в марафоне за месяц. Поэтому, к сожалению, условия одинаковые для всех. Фото отправлять в Телеграм? Верно, в Телеграм. Как очистить кожу? Это я отвечала так. А Фируза спрашивает. Доброй ночи, Кать. Ты про меня сказала, Ника. Так, Татьяна спрашивает. После ампулы обычный уход нужен? Да, смотрите, ампула, если вы, например, пользуетесь набором Абсолют, ампула заменяет вот это. Ампулу синенькую. Все ампулы ампулы заменяют. А в остальном же, если феймом пользуетесь, то там ампулы нет. Поэтому, как обычно фейм, просто после тонера сразу используйте ампулу. Потом там идет крем для век, эссенция и так далее. Поэтому основной уход свой оставляйте. Это просто активный ингредиент, активный уход. У вас будет дополнение. Утром, вечером. Только вторая ампула, то есть один. Вторая ампула у нас под номером один. Она может давать им такую липкость. Поэтому ее нужно применять. Если вы макияж наносите, дальше идете на работу, куда-то уходите, то за час до выхода на улицу ее нанесите, чтобы она, вот эта липкость прошла. Вообще витамин С в любых брендах, в любых компаниях он липкий. Просто это его такая особенность. Но он очень классный. Тут кроме витамина С много других витаминов на осветление, на сияние кожи, высветление тона кожи и пигментации. Поэтому у каждой ампулы есть своя цель. И максимальное количество набранных баллов. Это значит за отправка фото 56 баллов, посещение эфиров 12 баллов, коллаж до-после 10 баллов и отправка видео 12 баллов. Итого набирает 90 баллов. Ну, как бы у нас все равно там ошибки могут быть. И мы решили, что в розыгрыше подарков участвуют те, кто набрал 85 баллов и выше. То есть это где-то 95% от 90 баллов. Так что все участвуйте, все отправляйте. Классно, спасибо Кате большое за вот эту организованность. Отправим в чат. Да, вот тут вопросы еще есть. Спасибо за ваши вопросы. Ваши вопросы помогают всем более глубоко понять, в общем, как работает морфон. Александр спрашивает очищение, тонер, а потом ампула. Верно, очистили кожу для того, чтобы уходовые средства лучше впитались. То есть убираем все лишнее. Загрязнение убираем. Затем тонер, чтобы подготовить кожу к ампуле. Без тонера лучше не пользоваться ампулой. Тонер обязательно. Затем ампула. И затем как-нибудь нужно закрыть ампулу, потому что это активное вещество, активные ингредиенты. Они нуждаются в том, чтобы их защита была какая-то, барьер. Это у нас отлично действуют. Эссенции, лосьоны, крема. Либо солнцезащитный крем тоже хорошо. Если у вас жирная кожа, после ампулы можно нанести солнцезащитный крем. Это днем. Вечером же это, как я говорила, лосьоны, сыворотки. Татьяна спрашивает. Перед фитнесом есть ли смысл утром ампулу применять? Нет. Лучше занимайтесь фитнесом, затем после фитнеса вы все равно в душ идете. Потом можно уход нанести. Так будет лучше. Или? Можно все это записать, что сказала Екатерина. Да. Вот эти слайды Екатерина вышлет в нашу группу. Да, вы будете видеть, за что вы получаете балл. Фируза пишет. Мика, извините, я уже начала еще пару недель назад, не знаю, марафон, заканчиваем полпад номер один. Могу присутствовать в качестве? Да, конечно, Фируза, участвуйте в качестве наблюдателя. Татьяна пишет. По времени не успеваю тогда. Но у каждого свой индивидуальный случай. Вы это обговорите с Екатериной. Объясните ситуацию, тогда у вас как будто другой часовой пояс получится. Немножко по утреннему уходу. Я думаю, что Екатерина пойдет вам навстречу, и вы будете все выполнять. То есть получать свои баллы как нужно. Еще какие-то будут вопросы, пишите обязательно. Мы очень любим вопросы. Вопросы помогают. Мы понимаем, что вам все понятно. Там Алтын Гуль написала, можно занять где-то ампулы. Я вот, например, тоже для марафона стройности заказала эти шейки, но вот с этой таможней они у меня застряли. Я вот сегодня Александру написала, но, к сожалению, у них нет, у нас нет. Так что поищите релья, может быть, вы где-то найдете и скажете потом. Да, в Искаминогорске не так легко, да? Там центров мало. Ну, возможно, да, в центре каком-нибудь, который там есть. Насчет анатомии стройности, да. Поищите. Вообще в Алматы много центров. Может быть, где-то там завалялись коктейли. Ок, да, тут может. И еще есть моменты, которые нужно прояснить. Если вопросов нет. Такой момент, что все ампулы можно, когда вы смешаете, сразу начать пользоваться. То есть это лучше даже, да, что вы откроете ампулу сразу перед первым применением, чтобы она... Потому что срок годности открытой ампулы, ну, в смысле, вскрытой, всего две недели. Поэтому очень бережно относитесь к ампуле. Был случай, когда ампулу крышечкой до конца не закрывали, и она пожил тело. Это окисление происходит. Особенно это касается ампулы 1, второй ампулы с витамином С. Она очень быстро может окислиться, если также на солнце вы поставите, или рядом с обогревателем. Может окислиться, может изменить цвет, потерять свои полезные свойства. Поэтому очень берегите. Ампулы с витамином С даже можно в холодильнике хранить, чтобы сбежать там солнечного света, тепла, влажности. В ванной тоже не храните ампулы. Была это влажность. На зуме косметолога обучения в ролике вы увидите, она дает советы. Только ампулу 1 перед применением нужно подождать 2 часа. Вот смешали. Там, потому что вот как наш вистик витамина С есть, вот там похожий порошочек высыпается, и нужно перемешать и подождать, чтобы вот эти частички витамина С, они впитались, то есть растворились в ампуле. Только с этой ампулы 1. От остальной вы можете смешать и сразу начать пользоваться. Так, Елена Кемспрашивает. А в Алматы у кого можно занять ампулу? Заказала на начале недели, до сих пор не пришли. Так, если у нас остались, я думаю, что мы можем вам занять. Елена. Айна спрашивает, а лучше вообще где хоронить? В прохладном месте, да подальше от солнечных лучей и батарей. Как я говорила, можно в холодильнике, на дверце. Вот на дверце там нет риска, что она замерзнет. Например, если у стенки глубокий, ну, ближе к дальней стенке, там иногда бывает, что замерзает. Леденеет. Поэтому на дверце холодильника, либо только не в ванной комнате, а либо на туалетном столике, на столе. Так, еще. При комнатной температуре можно? Можно, да. То есть, чтобы не было, да. Ну, жалко, когда ампула одна. Тем более, у нас марафон, у нас засчитываются баллы. Если у ампулы что-то произойдет, то, к сожалению, вы эти баллы теряете. А одну ампулу уже сложно найти, да, где-то? Чтобы у кого-то завалялось, именно там ампула один, например. Так, да, у нас Мадина с нами, спикер, наш специалист по фейс-массажу. Я сделала с организатором Мадину, если есть возможность, скажи пару слов, о чем будет, вот для наших, особенно, кто еще не присутствовал на эфирах Мадины, о чем будут твои зумы. Всем привет. Да, привет. Да, видно, отлично. Всем привет. Меня зовут Мадина Абдулаева. Я являюсь мастером продаж в Атоме, а также мастером по фейс-массажу. В прошлом марафоне я давала комплексные упражнения на лифтинг, лимфодренаж, а также скульптурирование лица, ну, то есть мышц нашего лица. Поэтому в этом же марафоне я чуть-чуть улучшу, что-то добавлю. Но упражнения, сразу скажу, что будут легкими, то есть запомнить их будет нетрудно. Но большая просьба присутствовать в онлайн, когда будут проходить эфиры, потому что мы будем вместе все это делать. И я могу увидеть, как вы делаете, правильно, неправильно, может где-то подсказать, чтобы вы уже в дальнейшем все эти упражнения выполняли правильно, и они дали вам хороший результат. Вообще, прошлый марафон мы начали где-то посередине из-за наших этих событий трагических, январских. Поэтому здесь у нас есть возможность с самого начала, целый месяц, практиковать фейс-массаж. И уже в конце, не зря говорят, делать фото до и после, потому что в конце вы получите, если будете прям каждый день делать этот комплекс упражнений на лицо, вы получите прям шикарное лицо, подтянется, упругость появится, цвет лица улучшится. Вы сами будете от себя в шоке, потому что когда каждый день смотришь на себя в зеркало, как бы этого не видно, но когда сравниваешь фото до и после, прям вообще, результат будет шикарный, потому что на предыдущем марафоне очень хорошие были результаты. Вот. И хочу поблагодарить Мику за подарок, ампулы, да, я до сих пор не нарадуюсь. Сейчас использую как раз вторую, начала. Я не участвую в марафоне для себя, использую, честно, я прям в шоке. После первой ампулы у меня уже прям кожа засветилась, увлажнилась очень хорошо. Сейчас вот номер один, да, на осветлении. Я ее тоже бережно храню в холодильнике, потому что действительно она может окислиться. В общем, очень бережно с ней обращаюсь. Немножко жирнит, но это нормально, потому что здесь есть аскорбиновая кислота. Наоборот, это классно. Для самомассажа вообще будет скольжение суперское. Вот. Что еще? Если у вас есть какие-то гаджеты вот типа вот таких, да, там грибочки, милости просим, используйте, потому что они помогут вам тоже. Но если нет, ничего страшного. У нас есть ручки. У кого есть бустеры, вы можете также использовать самомассаж, потому что это тоже будет не лишним. А у кого нет бустеров, вот как раз у нас будут такие упражнения, чтобы прям хорошо и глубоко вбить наши ампулы именно глубоко в кожу. И остальные уходовые средства сделать так, чтобы это все хорошо впиталось. Потому что у нас уход состоит из нескольких этапов и поочередно нужно все это наносить. Иногда это долго очень впитывается. поэтому самомассажем мы усилим лучшее впитывание в кожу. Ну, Мика вроде бы все сказала. Эфир будет пока, да, сделан в начале. Если у вас будут вопросы или вы пожелаете еще, я могу еще где-то середине месяца провести еще один эфир по самомассажу, чтобы все это закрепить. Если будут вопросы, ответить на вопросы. Вот. Спасибо, Мадина. Как видите, у нас такая крутая команда. Супер организованные такие специалисты. Мадина сама пользуется ампулами, да, если на себе видеть результаты, тоже дорогого стоит. Твой отзыв, Мадина, очень ценен. И скажи, пожалуйста, получится ли у тебя вот второго числа в среду вечером также в 10? Второго, да. Можно делать. Хочется, чтобы в начале нас научила, как делать массаж, чтобы мы дальше уже пользовались. И еще в середине, да, можно скажем, 16 числа тоже как бы закрепить. Или там, ну, вторую неделю, ну, еще подумаем, когда лучше, чтобы закрепить знания. и тоже за все за ваше участие в эфирах будет учитываться в баллах это, поэтому присутствую обязательно. Таким образом, мы будем видеть, что вы все наносите правильно, что все будет у вас контролировать, потому что на прошлом, да, марафоне кто включает видео, один отдает советы. Это очень ценно. Были вопросы, да. Такие, да. Приходим на эфир в маечках, да, потому что будем прорваться в зону декольте, зеркало, чистые руки. В топике можно, да, чтобы вот эту вот зону не было, ну, маечек, вот футболочек, чтобы не мешать. На этом я вас покину, наверное. Ну, мы заканчиваем, да, если какие-то есть еще вопросы, пишите. Если для Мадины есть какие-то вопросы, тоже спрашивайте, сейчас есть пару минут. Тогда я напишу в чате, что в среду у нас будет эфир. Татьяна пишет, извините, в майке не получится, да, у Татьяны религиозные причины. Ничего страшного. Это просто желательно маечки. Я тоже хотела бы поблагодарить за ампулы. Тоже есть возможность второй раз поучаствовать. Там вот Милана тоже у нас получила от вас подарок. Там все пишут. Такая хорошая возможность поучаствовать. Да, и у всех, кто участвует, есть еще возможность выиграть ампулу. Аделику. Почему Аделику? Потому что после ампул кожа настолько такая сияющая, напитанная, красивая, что когда макияж наносишь, еще лучше все ложится. Поэтому уже двойной эффект только будет и ампулы, и Аделика. Смотрится шикарно. Ну, набор Фейн также разыгрывается. Хорошо. Ждем результат. Да, главное сделайте фото до обязательно, чтобы наглядно увидеть, насколько работают ампулы. Ну, я думаю, что мы будем заканчивать. Вопрос больше не вижу. Встретимся с вами тогда в среду. А с 1 марта начинаем. Фотографии отправляем утром, вечером с ампулой. Всем желаем отличных результатов. Всех обнимаем ждем ваших роликов. Не забываем, что нам нужно открывать ампулы, снимите этот процесс, как это все происходит, это волшебство, и отправляйте в группу тоже, чтобы получить дополнительные баллы. Спасибо Мика и Катерина Мадина. Спасибо большое вам всем. Ну, мы отключаемся. Я, кстати, сейчас записала себе, кто у нас участвовал, для того, чтобы всем дать баллы за первое участие. Я завтра таблицу